всем здравия с вами народной славянской радио в виртуальной студии нахожусь я алексей орлов и михаил яйц здравия тебе михаил здравия алексей здравия всем тем кто нас видит всем тем кто нас слышит о чем сегодня будем разговаривать какую тему поднимать один значит опять же слушатель и смотритель народного славянского радио он к семинару который у тебя в ближайшее время будет написал много много вопросов но если вот так обобщить смысл чтоб нам долго не перечитывать там была суть такая что по его мнению сейчас на земле существует демонический беспредел над человечеством и вот эти все плохие сущности они делают все что суда нас людей заманивают потом наш потенциал забирают и вместо того чтобы какой-то пользу от посещения матушки-земли мы люди извлекали мы имеем только вред и теряем свои ресурсы вот давай об этом подробнее и поговорим давай на самом деле у нас уже была передача которая называлась наш мир тюрьма для душ ну или все-таки не тюрьма для душ и там уже примерно вот про то же самое начинали говорить но в этом вот в этом большом тексте которые я правда простит меня человек его написавший не читал там также звучало мнение о том что может очень хорошо помочь вот эти проблемы решить гипноз и так как я люблю на граблях не только по граблям ходить но и танцевать и в этой же в нашем в этой нашей жизни уже пару раз сталкивался с этим явлением на себе и могу сказать что не все так однозначно и радужно и красочно как человек описывал в этом самом послании где он говорил что через это или просто через посещение этого семинара можно как-то вот все понять все осознать все соответственно решить ну наверное по порядку во первых про гипноз то что то что на данный момент я об этом думаю там речь шла о том что значит соответственно погрузиться этот метод называется агрессивный гипноз вы значит в состоянии там младенц младенчество потом перед тем как у тебя ты еще родился для некоторых наверное кто не в курсе извините что вот я сейчас буду говорить какую-то тут ну какой-то такое трудно воспринимаем мозгом ахинею но вот есть такое направление оно большое очень есть регрессивного гипноза эти психотерапевты которые вот помещают люди людей в состоянии не всех но вот которые которых получается поместить состояние между этой жизнью между этим воплощением и предыдущим воплощением души так как по вот мнению их и не только их но и как я на данный момент это ощущаю что у нас есть некая божественная часть которая не ограничивается одним земным воплощением она приходит бывает на несколько воплощений и создает каждый раз себе какое-то новое тело с теми или иными определенными задачами которые это тело будет здесь своей жизни проходить так вот помещая людей между воплощениями эти представители регрессивного гипноза предполагают дать от спор позволить пациенту который пользуется их услугами вспомнить какую задачу он выбрал на это воплощение потому что и бытует мнение что перед воплощением вот этот душа все хорошо помнит и задачи как и проходите что на там какие препятствия встретит то есть такое такая свое рода шпаргалка то есть ты погрузился все вспомнил после этого у тебя это сохранилось памяти физического тела ты проснулся и дальше уже идешь как по накатаны знаешь не только где соломку подстелить на где и подпрыгнуть где нагнуться чтобы все что надо хорошее собрать а все плохое как-то мимо пропустить а мол если я знаю соответственно вот естественным образом душа когда воплощается то вроде бы многое закрывается и от этого она ничего не помнит кстати вот потом глядишь ты еще и этот них развеешь что у нас тут все закрывается и мы ничего не помним так вот что я вижу про в этом процессе то есть у нас естественным образом так сделано что в этом мире находясь у нас есть физическое тело которое является такой хорошей защитой от этого физического мира от его воздействия да и не только от воздействия физического мира но и других миров которые пока не все люди видят и пока мы находимся в сознании физическом теле под его защиты то воздействия на нас которые могут оказать не воплощенные сущности или воплощенные сущности но которые хотят именно навредить нашим тонким структурам и делать сложнее чем когда мы сами так сказать выразив свою свободную волю и нам подсказали и выразить начинаем делать то что мы вылазим фокусом своего сознания и своего тела а дальше пытаемся лазить там где как это горят макар телят не пас лезя залезая в такие дебри куда сам вот этот тот кто нас гипнотизирует не лезет он просто нам говорит что делать а делаем мы сами это если образно чтобы вы поняли что это происходит то есть вас берут как вот и сказка есть там по моему царя салтания кажется так 2 засовывать в бочку деревянную закрывают бочку и кидают бушующее море в какой-то ну то есть темноту куда-то в какую-то структуру где там не пойми вас куда кидает вверх вниз а дальше вам говорят так это вы это ну с вами есть связь вот этот человек который вас заставил это с собой сделать он дальше говорит но теперь пожалуйста выбейте одну досточку под собой то есть в этой в этой бочке так что там у вас происходили там чучок выбить и лучше на так образ что там у вас полилось что-то туда вода какая холодная горячая или не вода что там полилось ну-ка если что-то неприятно затыкайте обратно затыкать не надо ладно давайте в другом месте выбить и может оттуда что-то хорошее польется и то есть человек который ведет гипноз он находится под защитой свое тело в комфортном состоянии а вы сами лезете под этим гипнозом не пойми куда и потом ответственность что вы туда залезли на вас будет лежать и не факт что вы залезете туда туда откуда сможете благополучно вылезти или даже вроде бы для физики может быть серьезно ты не пострадали но вы можете потерять что-то на более высших уровнях такое же что потом очень трудно будет наверстать поэтому мое мнение о том что за вас кто-то решит ваши проблемы это мягко сказать не соответствует действительности особенно не следует доверять это тому когда кто-то решает проблемы за вас при этом кидая в вас самую опеку вот мое мнение о гипнозе ну может ты что-то дополнишь про гипноз и про то что закрывается ли перед воплощением наша память или нет давай начну с гипноза значит так гипноз подразумевает участие кого-то третьего между вами и той информации которая вас скрыта либо скрыта за пределами вас а раз так то в этом случае мы должны учитывать человеческий фактор всегда когда мне говорят алексей помоги вот там вот с гипнозом надо нет в этом вопросе никогда помогать вам не буду и не из-за того что я этого не знаю либо не веду из-за того что я знаю как это работает я не идеален как и другой любой гипнотизер не идеален и всегда когда кто-то вас погружает какой-либо транс он погружает вас как человек который имеет свои какие-то взгляды на этот мир на себя в этом мире на вас в этом мире поэтому что он будет вас вкладывать куда он вас будет направлять с какой целью и что он из вас будет доставать это очень большой вопрос так что гипноз во всех смыслах имеет место быть но не во всех смыслах он употребим тем более тогда когда это касается личностного роста человека и уж тем более изменение личности вот когда это касается изменение личности я вообще не приемлю гипноз никак потому что это будет всегда нарушение воли человека третьим лицом это что касается гипноза далее по поводу всего что было написано этим человеком это сложилось такое впечатление что человек вообще не присутствовал на моих семинарах если присутствовал то он не слушал если слушал то он не понимал а если понимал то как-то по-своему не так что я рассказываю на семинарах и как раз очень подробно рассказываю откуда все появилось с точки зрения ведической нашей культуры кто такие светлые кто такие черные каким образом они взаимодействуют то кого создавал кто кому служит на каких условиях то когда что обязан делать если после этого человек который говорит что я был на семинарах алексея орлова и вот такие вещи пишет у меня закрадывается смутное сомнение а был ли он на моих семинарах а на самом деле деле если он был то он понял что там говорилось ибо если бы он понял никогда не не подумал вот об этом что сейчас здесь ты изложил в че через его послание так что недостаточно быть на семинаре нужно еще и слушать и еще самое главное трудиться потому что есть люди которые говорят а я вот там послушал иксия орлова на моей жизни ничего не изменилось вопрос а ты что-то сделал из услышанного ты применил то что было сказано не а зачем говорю а зачем тогда ты ходил на семинар ведь мои семинары не просто лекция мои семинары практически это означает что на практике надо будет это пробовать делать и не просто пробовать а де лать и только тогда могут быть изменения если вы просто прослушали ну да красивая информация красивая и сказочная хорошо рассказывает чувак все замечательно все здорово а дальше то что молодичок были семинаре вот такие вот дела еще какие то есть уточнения я немножко дополнил исходя с того что я там читал как я еще понял там шла речь о том что соответственно заманивает тут как это обещание хороших условий а потом соответственно условия создают совсем не такие которые обещали и соответственно под ту задачу в которой мы пришли мы не можем ее выполнить но на самом деле во первых я что хочу сказать часто мы сюда приходим нарабатывать какие-то определенные качества но чтобы упростить я сейчас возьму пример одного качества то есть на ты например сюда приходишь на воплощение чтобы стать хорошим водителем и вот ты можешь прийти этим водителям в тот мир когда у людей тут значит добро счастье мир дружба все соратники и миром правит совесть и тогда ты в этом мире будешь на своей вот на транспортном средстве на котором ты будешь возить возможно будешь семена какого-то там рассаду новых лесов перевозить или еще что-то в этом деле то есть будешь жить в гармонии в природе и твоя деятельность в этом воплощении она будет выполнена ты будешь хорошим водителем и ты как раз в этом мире будешь сеять лад потому что как раз условия этого мира предполагают увеличение ладо и ладного наилучшего взаимодействия с пользой для всех между всеми людьми но если водитель приходит для того чтобы ну вот душа приходит для того чтобы стать водителем в мир которые но мир условно называется цивилизацию где постоянно соответственно войны друг с другом и ты соответственно становишься водителем который подвозит снаряды каким-то пушкам которые будут обстреливать города для того чтобы их стереть с лица земли то может действительно ты тоже выполнишь также свое предназначение но вот соответственно декорации и это что называется карма то есть вследствие своих действий будет совсем другое и с этим можно согласиться что в этом есть смысл но в данное время но нужно еще обратить вот как на какой значит момент как внимание ну во первых алексей верно подметил если ты присутствуешь на семинарах это не означает что ты там просто побыл в одно ухо влетела другое вылетела и после этого соответственно ну ты уже считаешь себя таким просветленным что по сути зачем тебе развиваться дальше это очень трудная работа по себе вот замечаю и вот эта лень она не двигатель прогресса на двигатель нашей деградации часто уже есть все готовое но из-за того что мы не применяем мы не видим что оказывается вот здесь то вот так на было сделать здесь вот и так а когда ты начинаешь переслушивать иногда даже много раз одно и то же один и то же семинар то ты с каждым раз но с каждым разом если это делаешь именно вот так применяя эти знания скрываются какие-то новые глубины и новые качества которые заложены в этом семинаре и которые при поверхностном его изучении непонятно но без них как раз сделать верно очень трудно и как раз в именно в цикле семинаров алексей описывает вот эту картину вернее даже я бы сказал не алексей а через алексея нам дана картина вот и алексей кстати об этом тоже упоминает что у него просто есть возможность ну как может максимально стараться без искажения приказ прикасаться к этой божественной виде божественной мудрости и и как как сказать так чтобы мы поняли это дело но выдавать там картинками простыми простыми словами и образами так вот в этом семинаре в этом цикле семинаров как раз подробно объясняется что на самом деле у представителей темных или петельных есть несколько функций и если мы выполняем свое предназначение как его выполнять как по нему верно идти тоже можно узнать на семинарах алексея орлова и если мы выполняем свое предназначение идем по своему предназначению то вот эти темные или петельные они нам служат они нам помогают идти по этому предназначению если же мы всячески уклоняемся от того чтобы идти по нашему предназначению а Наше предназначение часто не подразумевает лежание на печи и поедание калачей, а это именно преодоление каких-то трудностей, каких-то препятствий, развитие каких-то качеств. Для этого как раз необходимо отрывать свое место, на котором мы сидим и что-то делать. Часто это бывает телу некомфортно. И вот если мы не хотим это делать, а по нашему предназначению должны это делать, то тогда представители темных или пекиных имеют право нас сначала легонько подпинывая, потом все сильнее и сильнее заставлять принуждать это делать. Если мы одумываемся, то они после этого нам помогают. Они одумываемся, они делают так, что мы побыстрее ушли с этого мира для того, чтобы осознали, что были неправы, подучились и уже в новое воплощение пришли так, как было задумано выполнять то, что задумано, а не шланговать. Ну вот как-то так. Да, на самом деле, если мы понимаем, что первично в этом мире, кто главный, кто кого создавал, то все тогда расстановки производят на свои места. Пекельные никогда не могут вредить тому, кто идет по своему пути божественному и обязательно будут останавливать того, кто пытается своего божественного пути свернуть. Поэтому первый из признаков того, что вы что-то делаете не так в этой жизни, это то, что к вам вот эти пекельные товарищи, остроухенькие, красноглазенькие, лезут и вас тыкают рожками, копытцами, лупят и вилками. Так что это один из показателей. Второе, как определить, проверка это, либо это остановка для того, чтобы вы тормознулись и подумали, туда вы идете или нет. Если это проверка, то она направлена на то, чтобы вас сделать сильными, проверить ваши качества и чтобы вы шли дальше. То есть они вас не уродуют, они вас не уничтожают. Если же вы претесь на пролом в дебре, где находится болото, где находится что-то острое, колючее, вредное, отравленное и ядовитое, то обязательно на это наткнетесь. Это будет вас уничтожать. И единственный способ это вернуться на свою стезю, на свою тропку для того, чтобы жить нормально и двигаться по той дорожке, которая вам предначертано, к той цели, которая вам дана по этой жизни. Также, когда вы понимаете, кто вы такой и откуда, то все ответы на то, что, например, родовая память закрыта или что-то еще, никогда не будете. Родовая память никогда не может быть от вас закрыта, ибо родичи вас сюда направили, и вы согласились и сюда отправились. А раз так, то весь багаж знаний находится с вами. Другое дело, что из-за своей упертости, либо из-за того, что кто-то вам помог, вы забыли, для чего вы здесь, или не почувствовали, для чего вы здесь. И не пользуйтесь этими знаниями. Вы все время пытаетесь следить за другими людьми, что у них есть, а как у них там, а у кого попа круче, а у кого там голос ярче. Вместо того, чтобы использовать свои навыки, вернее так, вместо того, чтобы использовать свои инструменты и получать свои навыки для того, чтобы нормально жить по-человечески. Вот это наша беда. И вы постоянно, а вот родичи мне перекрыли, вот пускай мне откроют, вот тогда я. Это вы там потом расскажете, когда туда придете, когда вас спросят, ну и что ты там рыдал сидел? Почему ты вот это-то не использовал? Помните, есть такая замечательная притча, когда наводнение наступает, и глубоко верующий религиозный фанатик с другими не собирается уходить с этого места. Ну, приходят к нему соседи и говорят, ты что сидишь, пойдем, вот там наводнение идет, видишь, вода прибывает. Нет, меня Бог спасет. Ну, ладно, они пошли дальше. Вода прибывает, заливает первый этаж. Он сидит уже на втором этаже, смотрит на реку, на эту большую, подплывает, лодка говорит, мужик, что сидишь? Давай, залезай в лодку, бери свои пожитки, поплыли, пока там вода тебя полностью не затопила. Говорит, не-не, меня должен Бог спасти. Ну, потом вода прибывает, уже второй этаж затапывает, он на крышу перебирается, смотрит, вертолет летит. Вертолет над ним затормозился, завис, говорит, давай, залезай быстрее, а то сейчас вода тебя накроет. Он говорит, не-не-не, меня должен Бог спасти. Ну, ладно, вертолет посмотрел на сумасшедшего, улетел. Ну, естественно, вода поднялась выше крыши, его затопило, он сдох. Очухивается перед Богом и говорит, ну что ж ты меня не спас? Он говорит, ну как же тебя не спас? Я тебе соседей посылал, они тебе сказали, иди с нами, спасайся. Я тебе лодку посылал, на которой был спасатель, и именно ради тебя приплыл. Я к тебе даже вертолет направил, а ты уперся и хотел, чтобы я лично тебя за ручку куда-то там перенес. Вот то же самое и в жизни. Когда мы не понимаем свое предназначение, когда мы упираемся, смотрим на других, как у них чего, и завидуем им, как у них все замечательно, хорошо, а у нас все плохо, мы начинаем сетовать, ну как же так, у них-то здорово, у меня этого нет. Это значит, вот эти родственники, идиоты, родичи, вот эти боги, мне ничего не дали, оставили меня тупым, серым, каким-то бестолковым, глупым, и я вот тут вынужден теперь барахтаюсь. Это вы потом там расскажете им, отчитываясь перед своей совестью, перед ними и перед высшими богами. Как вы здесь рыдали, хлюпали и фанатично придерживались каких-то взглядов, не обращая внимания на тех посланцев, которые к вам приходили и говорят, очнись, эй, я здесь, очнись, давай делать дело, перестань глупостью заниматься, давай жить по-человечески, тебе уже все завещано, тебе все дано, открой свои возможности. Так что сетовать сейчас – это самое бесполезное, глупое занятие. Маленькие дети мне на самом деле неинтересны в этом направлении, во взрослом обличье, конечно. Мне интересны те, которые, как маленькие дети, познают мир, для них открыто все. Вот человек, который маленький ребенок, познающий мир, с ним можно творить чудеса. Ему вот раскрываешь суть мира, он сам выхватывает, раскрывает свое познание, его родование выстраивается, раскрывается, и его уже потом закрыть не получится. А взрослый ребенок, он страдает детскостью, он все время чем-то недоволен, он служит каких-то авторитетов, борется с этим миром, пытается сделать лучше, чем окружение, постоянно в истерике кидается. Но об этом мы уже говорили неоднократно, поэтому повторять не буду. Так что все у нас есть, вопрос, понимаем мы это или нет. Знаем ли мы, где находится буфет, в котором находятся необходимые столовые принадлежности для того, чтобы покушать что-то, и знаем ли мы, где та самая миска, в которую можно это наложить, знаем ли мы, где та самая каша или суп, который в эту миску мы можем себе плеснуть, положить, и вообще знаем мы, как это все, откуда происходит, и кто это все готовит, а может быть мы сами должны это все приготовить. Вот в чем вопрос. Но если вы не интересуетесь всем этим, а просто ждете какого-то там голубого вертолета с Перуном, с Дождьбогом или еще с кем-то, вы так и будете ждать до тех пор, пока тот, кого вы ждете, не спросит, ну и что ты ждал? Так что изучайте наследие предков, изучайте мир, какой он есть, а не фанатеете над наследием предков и над своим представлением об этом мире. Благодарю, Алексей, за мудрые слова. Насим, разреши раскланяться. Благодарю богов наших светлых, предков наших славных и тебе за эту беседу. Благодарю, Михаил, за то, что поднимаешь острые вопросы. Благодарю всех наших радиослушателей, зрителей, кто такие вопросы присылает. Давайте так и будем дальше продолжать изучать этот мир, делиться своими навыками, делиться своими мыслями. Но, опять же, не фанатея, не упрекая в чем-то кого-то, не превращаясь в гоблинов, идиотов, которые бьют нас и другим только за того, что кажется, что вот так, а не иначе. И тогда у нас все будет очень хорошо. Прощаюсь со всеми, желаю всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добром. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok